Дело в том, что у Одессы нет центра. Вот вы никогда не задумали, что у города нет центра. Вы не можете просто сказать, завтра с девочкой встречаемся в центре. И вот всем сразу понятно будет, а где собственно. У нас нет Майдана, у нас нет площади Рына. У нас нет площади Рына какой-то, да? У нас есть площадка на базарной там. Ну и что? Но она все равно бы не обозначила это место. И поэтому Воронцов видит, что движение, все движение в город, оно от воды. И он тогда ставит свой дворец. Напротив появляется биржа. И появляется линия самых красивых домов города, как некое такое вот лицо, да, Одессы-Пассад. Правильная трапеция. Очень красиво улучшенная, да, этой полуциркульной площадью. И пошли тут Потоцкие стали, Столыпины стали, Пассалы, Строгановы, Орловы, Зонтаги. И дальше Лопухины, Родоканаки, Нарышкины. Нет, Нарышкины, Родоканаки, Лопухины. И потом Ашкенази, и дальше, 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 дальше. И там еще и Гагарина у нас уже там на склоне и так далее. То есть это правда парадный фасад такой. Вот сюда ссыпался мусор городской. Тут до этого были помойки. Вот вычищаются эти склоны, делается два парка, греческий, стамбульский. И помойки вот сейчас мы раскапываем каждый божий день с Андреем Васильевичем. И тащим к нам в офис. Спасибо, к завтрашнему тренингу нашему. Вытащили все, что у меня в кабинете было. Но это реально гора находок. Там несколько тысяч у нас находок. Это правда. Ты не видел, сколько было давали на пустыне? Кошмарный кашмар. Чего ты там из-за меня? Идемте. Это было порхотное сооружение. Когда начинается строиться город, все подчинено тому, что здесь военная гавань, военный порт. Здесь же предполагалось и начинается строительство верфи, тут же Т. А вот там карантинная гавань. И это все должно быть защищено артиллерийской батареей. И на месте старой Каджибейской крепости, которая где-то тут на бульваре и стояла между этими балками, в чем и ищем, становится большой Деволановский форт. И основную крепость ставят на территории парка Шевченко. Это вот тот план, который нарисовал Деволан. Когда вот эти ребята строились? Здесь казармы, соответственно. Нет, когда эти ребята богатые пришли сюда строиться? Что здесь было, где мы стояли? Нет, а что здесь по плану было? Ничего, здесь были остатки казарм. С усоком обрыв и молит. Ага, да. И перед ними начинают планировать бульвар. А, бульвар все-таки пронят. Но он был непроходной, да? Нет, конечно. Там обрыв, там обрыв, там обрыв. И у тебя выход через Екатеринскую площадь. То есть он колонадой заканчивался, и там у кого надо получается все частники... Нет, он заканчивался забором. Вот здесь забор Воронцовского дворца, и все. Дальше частный участок Михаила Семеновича. Не могли туда попасть. Внутренний сад была одна ордынская монета 15 века. Вот здесь вот. То есть мы себе предполагали, что здесь сбрасывался, опять же, строительный мусор от тех сооружений, которые остались здесь, от Татарской крепости. Поэтому потом Андрей Васильевич Красножон начал рыть вот по клубам, видите, вот эти проплешины. Спасибо городу Зелентресту, который позволил здесь сделать шурфы, вот так до самого дюка. Это полтора на полтора метра шурфы. И чем ближе мы двигались, тем плотнее шли находки. То есть антика вот здесь совсем не попадалась. Дальше она все-таки начинает встречаться, хотя греков вот здесь нет. Греки у нас есть возле Воронцовского дворца, где вот этот памятный знак первого поселения греков. И уже вот там греческие дома. А здесь, опять же, очень много турецкой посуды. И попадается русская посуда более поздно. Стратеграфия бульвара очень хорошо видна. Мостовая Воронцова, а до нее только идет пересыпка грунта до материка где-то слоем. Здесь около полутора метров, а там у нас 3,40 до основания рва. 3,40 культурный слой. Можете себе представить эту ящику? То есть там действительно был ров, который был быстро выкопан, когда была объявлена уже война, в 1789 году. И вокруг бастиона строят дополнительно земляное укрепление. И вот его и засыпали тарелками, пищевыми отходами. И очень много, вот мы видим, турецких предметов. И 36 трубок мы только нашли турецких. 36 трубок. То есть это отдельно музей трубок можно создать. И мы понимаем, что если эту трубку... Вот идем, я покажу, где это там. Ты помнишь, как о нем там отзываются? Вот как о... Кто не знает, как при НЭПе был издан двухтомник письма Пушки. НЭПманам было позволено... Ну вот в советской стране немножко отпустили цензуру. И цензура кое-что исчезла. НЭПаны начинают заниматься тем, что печатают книги как товар. Это не только там труды Сталина и Ленина. А это какие-то там фантастика появилась в советском государстве. Эротику стали печатать. Детективы. И кто-то додумался собрать из архивов, из каких-то воспоминаний. А Пушкин и все, что можно. Ну такое, я вот Пушкин человек. А не Пушкин, вот это наше бронзовое все. И там вот мне запало в душу два эпизода. Вяземская, которая пишет мужу. Взял нашего 12-летнего сына, уехали пить в гавань на английский корабль. Пили три дня беспробудно. Ребенка вернул в состояние непотребном. Хорош человек. Хорош человек. Я ребенке заботился в 12-летнем. И Орлов, что я пришел. Да, вы читали стих посвящения Орлову? А дуренно, красивый, большой стих. Он такой, на страницу прям. Очень, очень таким добрым отношением, уважительным отношением. Такая фабула. Умный и талантливый, несмотря на то, что военный. Но они очень, очень, очень близкие. А он с ним дружил еще в Кишиневе. А Орлов там командир дивизии. И у них близкие отношения. Но Орлова же и находит в дневниках. Ведь вчера играли на бильярде. Вдруг Пушкин говорит. Извольте-ка со мной, граф, завтра стреляться. С чего, спрашиваю, Александр Сергеевич, вдруг. А вы на меня только что как-то косо взглянули. Обозначили секундантов. Наутро стрелялись. Пушкин демонстративно выстрелил выше. Потом, не дрогнув лицом, встретил мы ответный выстрел. Обнялись, пошли пить. Вот один командир дивизии, но войны нет, можно забухать. А второй должен на службу идти, но тоже, в общем, нудиться. Надо бы как-то поднять настроение. Решили вот пальнуть друг другу маслиной в лобешню, разогнать адреналинчик и разбежаться по службам. Вот, поэтому вот Дуванова. А вот там жил пират Джордж Зонтель. Это муж родной племянники Жуковского, американец, комендант Одесского порта. Он американский капитан, который оказался в России перед войной с Наполеоном. Прошел свою войну с Наполеоном, был в Париже, там познакомился с Воронцовым. В итоге служил в Одессе комендантом порта. И когда ему по делам надо было в Америку срочно метнуться, у него там какие-то дела с наследством были, в Силадельфию, по-моему. Он, не получив от англичан разрешения на выезд в Англичане на конфликт с Россией, он купил себе корабль, занялся каперством на Атлантике и грабил английские союзные корабли. В итоге целый год гонял по Атлантике этих Америка. А англичан пока не сбунтовалась его собственная команда. И он пришел таки в Америку, распустил экипаж, а сам вернулся в Россию, снова-таки стал комендантом порта и еще два года исполнял обязательства городского головы. То есть у нас городским головой с 1931 по 1933 год был пират Джордж Зонтер. Ну, Георг Зонтер. Вот. Он свою жену украл у казаков. И ускакал с ней на коне. Кто-то спрашивал, где копали. Идемте, вот покажу, где копали. Обе плечо. Припакали двух детей, которые здесь у нас работают. Не, ну это круто. На самом деле, когда вы руками трогаете на глубине 3,40, то, что было под бульваром, наша задача сделать работу, вынуть все вкусненькое и убежать отсюда. Есть одна монета, там 1772 года, Екатеринский пятак. Он явно очень хорошо такой, бьюзанный, уже потертый-потертый. Есть русские пуговицы, есть очень много османской посуды. И вот осталось теперь определить точно, с каких местностей турки сюда это дело поставляли. И уже дальше будет понятно, коль скоро здесь ров, он имеет вот такой загиб, то аномалия, ну, я думаю, что Андрей начнет бить, вот где вот сейчас эти трое ребят стояли вот на том месте. Посмотрите, какая здесь плитка, плитенькая. Не, не, это не наша. Наша плитка вся ровненькая. Так я о том, что ее можно менять на ровненькую. Да, мы весь снег, где вы копали, там идеально уложенная качество. Ну что, вот ты из этих салфетий тоже смотришь, что это сделаешь. Давай из меня вот про Дюка и заканчивай. Хорошо? На Дюке поставим точку. Дюк, Дюк тот, я вот так скажу, да, что кто-то не перейдет, смеет перекликивать тех девиц. Вы знаете, да, его полное имя? Арман и Манель, Софи, Септимани, Дюк де Ришле, де Франсаке де Шенол. Запомнило, да? Гаргонетал, да. Когда он растет в одной из самых важных семей Франции своего времени. Его двоюродный дед, это тот самый кардинал Ришелье, с которым боярские играют в шахматы в трех мушкетерах. Это единственный положительный персонаж романа «Три мушкетера». Человек, который пытается спасти империю от этой не очень приличной девушки-королевы, абсолютно инфантильного короля и этих алкоголиков-мушкетеров. И вот он воспитывает также своего племянника. И правда, получается, очень хороший, качественный чиновник, управленец, умница, высокообразованнейший человек, который спасается от французской революции. Великая французская революция, как мы понимаем, это страшный катаклизм во время. И в 89-м году, дабы не оказаться на гильотине, он вынужден бежать просто из империи. И он прибегает сначала в Австрию, где кронпринц ему говорит, слушай, сейчас там русские будут брать Измаил, поехали посмотрим, наверное, интересно. И они, кажется, при штурме Измаила уже до 90-го года. Дальше все как обычно. Хорошая война под Измаилом. Там, ну, опять же, легенда, что на одном корабле у стен Измаила одновременно оказались Лонжерон, Дерибас, Кобле, Ришелье и Девалан. Все наши вот эти, все основатели, все были. То, что они все были под Измаилом, это точно. Вели ли они на одном корабле, это уж там оставим на совести легенду. Но вот он остается в русской армии, у него все, он очень успешный служит, он дослужился до подполковника Семеновского полка. Он действительно у него хорошая военная карьера. И был такой эпизод, когда на военном смотре, ну, парад, который принимает Павел I, Павел доходит до своего сына Александра, а у Александра там какой-то крючочек не застегнут на мугея. Здесь, вы знаете, Павел ненавидел сына, потому что Екатерина в свое время завещание написала сразу на внука, минуя нелюбимого Павла. Павел ей напоминал нелюбимого же мужа. И она вот делает такой вот. Но Павел I забежал в спальню только-только умершей Екатерине, и по-моему, Безбородько ему показывает, где лежит завещание. И он бросает его в камин до того, как зашлез так его. И Павел восходит на престол, по праву на слуху. И вот он доходит до Александра и начинает что-то на него там орать на ровном месте. Все стоят заткнувшись, и вдруг сестрой один голос. Твердый такой голос по-французски говорит, а у нас во Франции наследников престола прилюдно вот так никогда не вычислили. Это Ришелье заступился за Александра. И с того дня кто-то его называл не иначе, как вон Аминь. И когда уже восходит Александр, ус убийствовал папеньки. Кстати, знаете, что наш Дерибас, именно наш Дерибас, должен был нанести удар отравленным стилетом Павла. По условам заговора, именно он должен... Да, но заболел. Он простыл накануне. Не такая была сильная горячка, что его отравили его собственные друзья-заговорщики. Боясь, что он их то ли выдаст, каясь перед Павлом, то ли бред... Меня поражает просто их роль в российской истории. Мы этого многого просто не знаем. Они для нас местечковые такие управленцы. Нет-нет-нет. Они решали судьбу империи. И вот Александр Ришелье предлагает фактически всю империю, как некий такой... Где хотите, стройте свою маленькую Францию, свой маленький Париж. И он приезжает сюда, и он действительно делает европейский город. Это его заслуга. Вот эти все посылы, которые до сих пор в какой-то мере работают. И он озеленил город. Он решил вопрос водоснабжения в какой-то мере. Вот он рыл эти колодцы. Он спас город от чумы. Он рвался на войну против Наполеона и вооружил целый полк за свой счет. Вот и готов был стать по главе, будучи абсолютно анти-наполеоновским таким товарищем. Но его Александр уговорил, спасите страну от чумы. Это сейчас важнее. Остановите чуму, чтобы она дальше не прошла. И в конце концов, он в 2014 году уезжает из Одессы, скрипя сердцем. Он не хотел уезжать. Но ему Александр предложил должность премьер-министра Франции. Пусть вас не смущает. Александр жандарм Европы. Вы помните, да, его так называли? Он тогда расставляет фигуры на этой доске под названием Европа. И представляете, мэра Одессы, он слетает на премьеры, две каденции, вот, две в Франции. И продолжает писать, и поддерживать многие городские проекты. Но он не вернулся уже в Одессу. Он умер. Вот и первый городской памятник, памятник Дюкла. Все, я дальше не буду, потому что я сейчас увлекусь, и это будет до бесконечности еще. Все, всем спасибо. Хорошего вечера. Я надеюсь, я вас не буду. Спасибо. Тогда мы увидимся завтра. Всем пока.